МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поскольку в начале наших занятий отсутствовали одно время, я вам хочу задать вопрос по тому материалу, который был ранее изучен. Кто создал, кто открыл классы? Фамилия? Кто открыл классы, да? Маркс. Он может заниматься. С Энгельсом. Вместе. И друг его Энгельса? Да. Откуда у вас информация такая? Расскажите? Не знаю. Это была исключительная гипотеза, которую мы сейчас... Ну, гипотезу взять можно, но вот такого факта нет. Ну, на самом деле, если подумать, если подумать, то эта вещь еще, наверное, идет в какой-то степени от папы, ну, даже мамы. Ну, с его делением общества на сахарах, на сахарах. Да. Ну, тут вообще классы в понимании его физика. Да. 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 Здесь так много людей. Да. Значит, как опровергается гипотеза? Какие-то приносят, доказательства приводят. Значит, доказательства я хочу вам привести такое... А, она была верна? А? А первая гипотеза была верна? Нет? Нет. Хочу вам привести доказательства... Доказательства товарища Маркса. Победительно будет, если Маркс... Вот Маркс пишет. Маркс и Осипа Ведемейру в Нью-Йорк. Вот можете себе записать. Лондон, 5 марта 1852 года. Письмецо. Что касается меня, то мне не принадлежит ни та заслуга, что я открыл существование классов в современном обществе, не та, что я открыл их борьбу между собою. Буржуазные историки задолго до меня изложили историческое развитие этой борьбы классов. А буржуазные экономисты, экономическую анатомию классов, то, что я сделал нового, состояло в доказательстве следующего. Первое. Что существование классов связано лишь с определенными историческими фазами развития производства. Второе. Что классовая борьба необходимо ведет к диктатуре пролетариата. Третье. Что эта диктатура сама составляет лишь переход к уничтожению всяких классов и к обществу без классов. Маркс Энгельс, издание второе, том 28-й, страница 424-427. Это все. Так что ваша гипотеза Марксом опровергла. Я приятного. Да, так что столкнулись вы с Марксом, он такой солидный мужчина. А что это значит? Какие буржуазные историки? Это Тьерри, Менье и Гизо. Французские буржуазные историки. Тьерри, Менье и Гизо. Вот их можно прямо по фамилии набирать. Тьерри, Менье и Гизо. А в какой обстановке эти выступили историки? Дело в том, что приближалась великая французская буржуазная революция. И чуя, так сказать, смертный час, товарищи феодалы побудили своих историков феодальных начать доказывать, что управлять обществом, как показывает, собственно, длительный довольно период их политического господства, могут только благородные. У вас папа король? Нет? У меня папа замначальника штаба первого командования в наших поисках. А вот надо, чтобы был или барон, или... Нет, не надо. Папа у вас самый лучший. Так у вас самый лучший, но с точки зрения феодалов надо, чтобы он был или граф, или барон, или князь. Тогда вы можете претендовать на входение во власть. А если нет, а у вас то же самое? Ну вот, так вот, на защиту вашу, на вашу защиту выступили французские буржуазные историки, которые стали доказывать, что управлять обществом могут не только благородные, а и всякие другие. И вот с этим связана такая идеологическая, теоретическая подготовка революции французской буржуазной. Потому что буржуазия с какими лозунгами шла? Что это вот мы низвергаем в власть феодалов и будет народная власть. А народная какая? Ну кто стоял во главе этой революции буржуазной буржуазии, она и пришла к власти с лозунгами всего народа. А то, что революция была народной, тоже можно было подтвердить в известном смысле. Во-первых, кто ее делал? Народ. Во-вторых, крестьян освободили от крепостной зависимости, а это народ. Поэтому в этом смысле она народная. А теперь почему вот этот вопрос для нас очень актуален в настоящее время? Потому что мы живем в обществе, которое является буржуазным, но некоторые товарищи, и в связи с нашим вот этим курсом мы должны разобраться, что связано с какими-то особенностями идеологии советского времени, пролетарской, а что, собственно говоря, относится к буржуазной идеологии. Вот это вот деление на классы, теория классовой борьбы. И это, поскольку это вот по свидетельству Маркса, это творение буржуазных историков, это как научное признавалось еще при буржуазном строе. И не только признавалось, это и был единственный способ научного изображения, изложения всей развития истории. Почему? Потому что в каждой науке приходится накапливать материал, данный, и потом классифицировать. И от того, как вы будете классифицировать по каким-то существенным чертам или по несущественным, зависит от того, что в результате этой классификации получится. Так вот, принцип классификации, который выделили буржуазные историки, классовый, на классы. Потому что слово классы означает, ну что, одно, что вы разделили какие-то группы по каким-то признакам, как, скажем, млекопитающим, млекопитающих животных, выделили вот парнокопытные и непарнокопытные. Так, там, других животных, ракообразные, членостоногие и так далее. То есть, само это деление по разным признакам. Вот, скажем, крупных млекопитающих отличали по тому, как они, добывая себе пищу, и как они защищаются от врагов. По рогам и копытам, прежде всего, и по зубам. Поэтому, говорят, дареному коню зубы не смотрят, а покупать, если будете коня, смотрите в зубы. Потому что зубами он ест траву. Если у него зубы плохие, он плохо ест, и он плохо будет работать. Вот, поэтому этот сам принцип классификации, насколько этот принцип связан там, как вот вы полагали, с марксизмом, с Марксом, или он связан не с Марксом и не с марксизмом, а просто с тем, что, а просто с тем, что это вот тот принцип классификации, который был принят буржуазной наукой задолго этого. Ну и как всегда бывает, когда общество откатывается назад, то люди, которые ее откатывают, иногда откатывают ее дальше того периода, на который можно ее откатить. Например, вот это вопрос о классах. То есть вопрос о классах – это не вопрос, который марксизмом выработан, а это вопрос, который связан с борьбой самой буржуазии. И уходить, отступать дальше, чем, скажем, сделали французские буржуазные историки, это значит пойти в реакционную феодальную утопию. Снова понимать мир, вот не через книгах, разделенные на классы, а по принципу «а кто чего думает как», идеалистическое понимание классов и так далее. Это один вопрос. Теперь второй вопрос, который тоже сейчас актуальный – это вопрос о частной собственности на Землю и о национализации Земли. Вот национализация Земли способствует развитию капитализма или мешает развитию капитализма? Сейчас мы наблюдаем, что сплошь и рядом частная собственность на Землю, на земельные участки, на земельные угодья и так далее, на лес, на рыбные богатства, на озера и так далее. Вот частная собственность на Землю способствует развитию капитализма или мешает развитию капитализма? Или по-другому поставить вопрос. Национализация Земли способствует развитию капитализма или мешает развитию капитализма? Вот государство, если проводит национализацию Земли, эта мера будет способствовать развитию капитализма или его тормознёт? Я думаю, что затормозит. Вы думаете, что затормозит? Да. А Маркс что думал? Можно я Маркса вам приведу снова? Наверное, что он не разомер. Но Маркс ведь он же не просто говорит, я Маркс, поэтому запомните, что я сказал. Он же не так это делал, правильно? Он всегда аргументировал. Какими аргументами? Значит, есть такое понятие, как абсолютная рента. Что такое абсолютная рента? Если вот есть собственники Земли, то они берут деньги за что? Не за что, а за то, что они собственники Земли. То есть есть такие люди, вот капиталист, он платит, он отчасти все свои прибыли, он отнимает и платит эту самую абсолютную ренту этим самым земельным собственникам. А как он делает, когда платит? Он включает эту самую ренту в издержки производства. Ну, раз приходится ему платить, раз он без этого не может, так бы он пошел на государственной земле, и на государственной земле мог бы организовывать производство капиталистическое. А тут он должен на частной земле платить земельному собственнику ренту, и следовательно увеличивается издержки производства капитала. А раз издержки производства капитала увеличивается, то что получается? Следовательно, норма прибыли у него, если цена такая же, а цены не удается ему поднять, он, конечно, всегда норовит поднять цену, но тогда он проигрывает конкуренции. Он поднимет цену на такую же величину, он его никак не будет. Поэтому у него, получается, норма прибыли сокращается. И наоборот, если была частная собственность на землю, а стала национализированная, государственная, то норма прибыли увеличивается. Норма прибыли выгодна увеличивать капиталистов. Выгодно. Если он капиталист, конечно. Вывод. Национализация земли способствует развитию капиталистического производства. Это первое. И второе. Ничего специфически социалистического национализации земли еще нет. Еще одно. У нас сегодня такой пункт документальных подтверждений. Вот вы, наверное, знаете, что эсеры собирали наказы крестьян по поводу земли. Что хотели крестьяне? Что крестьяне в России хотели? Товарищи скромные, что хотели крестьяне? А то вы в два раза попали. Может, сейчас попадете правильно? Ну, конечно, нет. У вас связь с крестьянами есть какая-то? Что хотели крестьяне? А что хотели крестьяне? А что хотели? Вот они перед революцией хотели. После 1961 года они недовольны были тем, что произошло. А что произошло после революции? После революции, вернее, после освобождения крестьян, что произошло? Вот те земли, на которых хозяйствовали крестьяне, их отрезали помещики. Дескать, это вообще наши земли. А раз наши, ну ладно, мы вам даем вот столько, остальное все наше остается. И они в лес уже не могли пойти, не могли коров выпустить на выгон. А без него нет молока, без этого выгона. И не могли нормально сделать все обороты, обеспечить нормальное производство. Поэтому все они требовали. Вот все эти требования, все чего они требовали? Из свадилы, из эровской партии. Вот такое собрание наказов крестьян. И вот что крестьяне требовали, громадное их большинство. Что? Землю. Обратно, она и не была их. Как обратно? Обратно не могли они потребовать. Они больше земли хотят, земли. Они хотят, а как? А обратно они не могли получить. Значит, пришлось, им это не получается, требования. Значит, как им тогда вывернуться отсюда? Они требовали национализации земли. Раз. Чтобы помещикам забрали или дали обратно? Нет. А землю в пользование дали, не обратно не дали. А дали в пользу. А, собственно, тут обратно. Потому что они раньше пользовались помещичьей землей. А теперь хотят пользоваться государственной землей. Ну, им лучше, конечно, чтобы нет никого помещика. Значит, в пользование государственной земли. И для этого разделить землю по едокам. И в пользование бессрочное, безвозмежное, вечное пользование передать. А что значит разделить по едокам? Если у вас семья тринадцать человек, тринадцать частей. Если у вас пять человек, пять частей. Это распределение по потребности. Правильно, вообще-то? Да. У кого больше потребностей, того больше едокам. И эта мера сама по себе ничего социалистического не содержит. Почему? Да. Потому что разделение земли потом по едокам к чему привело? Что появились снова богатые и бедные. И очень быстро. И к двадцать восьмому году структура земельного владения на селе получилась такая, как была до революции Октябрьска. А именно. Шесть процентов кулаков. Основная масса. Мелко-буржуази, середники и бедники. И ни из какой, так сказать, нищеты крестьянин не выбил себя ничего, так сказать, его не реализовалось. Поэтому к началу тридцатых, к концу двадцатых годов вопрос земельный в СССР стоял уже так, как революция в деревне. Потому что никакой революции в деревне вообще не произошло. Это в городе уже было. О, сколько лет уже, значит. С семнадцатого года продвигаются события, а в деревне ничего не произошло. В деревне по-прежнему существовал и развивался капитализм. Причем он развивался на этой основе. Всех разделили, а дальше, как получается, если разделить поровну? Ну, дальше получается так, что в одной семье родилось больше девочек, в другой семье больше мальчиков. Там, где больше девочек, они бы выходили замуж, обрабатывать некому, так. А там, где, так сказать, здоровые мужики, их там восемь человек уже стали, молодых. Они могут землю в аренду брать, работать на ней. Ну, и так получилось, что в итоге из одних семей получились кулацкие семьи. А кулак, это кто такой? Алина, кто это кулак? Кулак. Зажиточный раскулачение. Это близкие паницы, близкие паницы. А кто такой кулак? Зажиточный христианин. То, что он зажиточный и бесспорно. Хорошо. Вот. Но это не определение. То есть, если я живу хорошо, то я кулак. Ох, заживем. И что, значит, сразу зажиточный и сразу кулак. Как вы так быстро нас всех кулаков... А вы как живете там еще там с вами? Хорошо? Кулак. Сами у него даже, главное, какое оборудование. Хорошо. Хорошо. Ну, сейчас я говорю. Значит, кулак. Точно его определение такое. Это сельский буржуа. То есть, есть буржуа, которые создают капиталистические предприятия в городе, а те, которые создают капиталистические предприятия на селе, называются кулаками. Но, значит, он, как правило, кулак тоже работает. Как правило, характерно для сельских буржуа. Вот городские не все буржуа. Они иногда передают функцию управления менеджерам там, и их все не касаются к этому. Вы только сообщаете, какая прибыль. И все. А сельские буржуа, как правило, работали. Но критерием, что является, живет ли вот эта семья преимущественно чужим или преимущественно своим трудом. Потому что вот в чистом виде вы не найдете в деревне вот этих таких явлений. Но таких вот людей, которые не работают, нету. Все кулаки работают. А таких, которых вы, скажем, не нанимались или не нанимали, тоже не найдете. Вот я вас нанимал весной, чтобы вы мне помогли вспахать. А потом вы меня наняли, чтобы я вам помог яблони, с яблони яблоки убрать. И, получается, вы нанимали, я нанимал. То есть сам найм не является критерием. Потому что вся деревня в такие отношения вступает, так или иначе. А критериями является одно. Является ли вот труд, за счет которого живет семья преимущественно чужим или преимущественно своим. Вот, допустим, 55% своего труда, а 45% чужого. Это не кулацкая семья. Хотя у них есть наемные работы, не может 10. Они 13 работают больше, а кулак работает. А наемные, может, работают по 8 часов, а они работают с утра от зари до зари. Сами. Поэтому они кулацкой семьей не являются. То есть нельзя так просто относить по формальному, по другим признакам. Вот мы уже второй получили признак. Вот мы в современной России, мы наблюдаем, что из желания, так сказать, уйти от той практики, которая была в советское время, некоторые граждане, товарищи, начинают выступать против буржуазных неправильных позиций. Егор Николаевич, здравствуйте. А не можем ли мы завтра немножко пораньше переместить на 12? Да. Можно, да? Вы сможете договориться, да? Все. Хорошо. Значит, я без 15-12 буду тогда. Завтра. Угу. Да, просто мне нужно завтра уехать в поликлинику, а послезавтра в больницу жену везти, поэтому тут всякие передюшки. Спасибо большое. Угу. Спасибо. До свидания. До встречи. Так. Ну вот. Ну, мы много таких явлений наблюдаем. Например, вот казаки. Сегодня есть казаки, казачьи. Кто такие? Это из какой эпохи? Скажите, пожалуйста. Кто такие казаки вообще по смыслу? Ну, сейчас у нас такая пестрая картина. Нас же очень много. Мы были во всех способах производства. И при феодализме были, и при капитализме были, и при коммунизме были. Откуда эти вот казаки? Это что? Заявление. Давно вы говорили? Давно. Ну, когда давно? Ну, к какому? Мы не просто к давности их относим. Не за памятные времена выходили сказать так. И тогда спокойно так и прошло. А дело не в дате. А дело надо привязывать к способу производства. Какую формацию они? У нас формации очень мало. Первобытный общенный коммунизм. Рабовладение. Феодализм, капитализм и коммунизм, вышедший из капитализма. Все. К какой формации вы их относите? Их появление? Кузаки развладения? Да. Ну, по принципу и меня тогда не было. Так и меня тогда не было. Как мне преподавать? Нет, это вы тогда далеко. Не было казаков. А из кого они вообще возникли? Что это вот? Вот это люди вольные были или они какие-нибудь? Вот. Вольные. Вольные. А были вот, например, при рабовладении были свободные граждане? Или все, вот были только рабовладельцы и рабы? А свободные граждане были, которые не были рабовладельцами и не рабами? А? Были. 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 Что у нас сегодня с вами как-то вот просто не совпадает? Ну, это значит, наш разговор полезный в том смысле, что мы кое-что выясняем, проясняем. Нет, были граждане, которые не были. Не было у человека рабов, не было, но он свободный гражданин. Потому что в рабов кого обращали? Чужеземцев, кого победили. А это наш гражданин. Ну, победили, я получил рабов, а вы нет. Я рабовладелец, а вы нет. Вы свободная гражданка. Я вас уважаю. Пожалуйста, можете голосовать. У нас же демократия была при рабовладении. Кто допускался к голосованию? Не рабы. Не рабы? А это вообще не люди. Да. А это говорящие оружие? Орудие? Не говорим, да. Ну, вот. В этом смысле это прототип казаков. Так что я тут иду вам навстречу. Ну, я должен же пойти в чем-то хоть навстречу. Навстречу. Значит, вот был прототип казаков. То есть, они и не относились к правящему классу. Ну, и от него, недалекие от него. То есть, они тоже имели все права. А вот, да, потом наступила эпоха, после рабовладения какая? Ну, это вы знаете без везения. Феодализм. А вот при феодализме какие были классы? Был класс главный господствующий феодалы, а подчиненные крестьяне. А вот опять такие люди, которые были уже и не крестьяне, но и не феодалы. Это кто такие? Это вот крестьяне беглые. Беглые. Убежали от своих помещиков. Что делало государство? А если оно государство, это орган какого класса было при феодализме? Феодального. Феодального. Оно этих ловило, наказывало и возвращало. А их много все равно. Вот ловишь, 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 ловишь. И государство решило, что все равно надо что-то с ними делать. Как? Нельзя только вот ловить и только их душить. И решило, но раз они все равно уже убежали далеко там, они уже вооружились, будут воевать против России. Это надо царю? Не надо. Поэтому царь решил, что вы будете у нас вольные граждане. Но вы будете как бы царские люди. Уже не беглые крестьяне, а царские люди. То есть вы будете защищать Россию. От кого? От того. Вот. Они будут на рубежах. То есть они так далеко убежали, чтобы в случае чего удрать за границу. Вот. Вот. И если бы сейчас их стало государство ловить, этих беглых крестьян, они бы просто удрали вообще за границу и все. И этих людей потеряли. Ну, а царь не всегда же глупые вещи делали, да, и умные. Царь придумал, что, или его надоумили, его советники, что надо вот этих всех беглых крестьян, которые, не тех, которые внутри. Внутри мы поймаем и отдадим помещику. Тут все ясно. Они уже там ушли. Они все на краях. Давайте их объявим царскими, нашими подданными, особыми. Дадим им особый статус и поручим их охранять в рубеже нашей Родины. Как бы их в пограничники записали. И это вот такие люди называются казаками. Поэтому, когда мы сейчас наблюдаем вот казаков, ну, это как-то выглядит довольно... Если это не так, вот как, скажем, было, казаки приехали в Донецкую и Луганскую республику, и там выступали, так сказать, в поддержку граждан, стремившись присоединиться к России. Ну, тут они похожи по своим функциям. А так, в общем, казаки, ну, это маскарад больше у нас. Правильно? Оденут, ходят, фуражки. Ну, а что они здесь ходят? Идите на рубеже нашей Родины и охраняйте там. Правильно? Нет. Они у нас здесь, вот как Санкт-Петербургское казачество. От финнов, что ли, нас защищают казаки. И как они вас сейчас защитят? Вот. То есть мы наблюдаем некоторые явления, ну, которые представляют собой слепок таких-то, или традиции прежних веков. И, соответственно, пытались какие-нибудь партии сделать казацкие. Ничего из этих партий не вышло. Почему? Потому что партия – это авангард-класс. А какой класс? Ну, какой класс может родить казаков? Никакой. Пуражей не может, и это не надо. Рабочий класс тоже не может. Ну, это тоже не надо. Ну, и, получается, вот, так сказать, есть такое явление. Но, когда началось, так сказать, это движение вспять, то при этом движение вспять заехали уже в феодализм. И поэтому есть явления характерные не для капитализма, а для феодализма. И для того, чтобы нам вот эти явления различать, вот для этого и нужно делать то, что мы делаем, изучая вот эту первичную роль общественного производства. Что если мы общественное производство берем и берем за основу для понимания надстроечных явлений и всех других исторических явлений, у нас было здесь вот, для понимания истории, надо смотреть, какой способ производства. И это не в том смысле, что тогда при Марксе был вот такой. Да это не важно, какой был при Марксе. Важно, что всегда надо смотреть, к какому способу производства относятся эти идеи или эти вот структуры, эти какие-то явления. Эти явления из самых разных областей жизни. Когда это могло явиться? Например, вот скажите, пожалуйста, при рабовладельческом строе какая религия была распространена больше всего изначально? Давайте еще раньше начнем, чтобы было проще от простого. При первобытно-общинном строе какая религия господствовала? Или была ли религия? Ну, мы же говорим об идолопоклонничестве. Это религия? Ну, как вообще, смотря какое определение религии, врач? Нет, еще не идолопоклонничество. Если мы говорим о первобытно-общинном строе, там еще и идолопоклонничества не было. Ну, вот самые первые элементы религии. Какая была религия? Самая простейшая. Ну, вот скажем, у русских какой был? Бог солнца. Солнце бог? Бог. А? Как его звали-то? Это вечер. Это вечер. Это вечер. Это вечер. Он, надо сказать, свернул солнце. А Ерила? Вот оно, да. Солнце, да? Да. Короче говоря, это была еще не религия, а древние какие? Верования, да? Верования, колдуны, ведьмы, так? Духи, злые духи, добрые духи и так далее. Вот в этом в нашем обществе тоже есть. Колдун Валера, дозванивайтесь. Если вам никто не помог, вот звоните мне, телефон такой-то. Не видели? Конференции колдунов проходят? Проходят. Теперь астрологи есть? Есть. Есть. Это такие деньги, какие им платят. Они сами поверили уже в то, что они говорят. Астрологи. Или печатают. Сегодня никаких, на семинар не приходите, потому что долго не будет. Астролог Леша. Нормально ли что-то? Печатают такие вещи. Сегодня не начинайте каких крупных дел. Вот. Сегодня опасайтесь, чтобы не было никаких поражений у вас. И так далее. То есть, какому многобожие, какому этапу вообще соответствовало? Это вот первобытно общинному строю соответствовало обожествлению сил природы. Да. Да? Да. Сил природы. Ветер, солнце, гром, молния, вода, море, так и так далее. И вот эти, так сказать, эти вот фигуры, они все закрепились в литературе, в искусстве, поэтому по-прежнему. Вот вы переезжаете Тучков мост. Нет, не Тучков. Наш вот этот мост. Строитель. Строитель. Если оттуда переходишь, с той стороны, с Петроградской. С правой стороны ресторан плавучий до зари. Ну и там вы можете видеть, отвернувшись спиной, сидит морская там красавица с хвостом. Так. И явно, значит, бог моря. Да? Посейдон. То есть вот обожествление разных сил природы, явлений, грома, молнии, ветра, дождя, туч и так далее. Теперь вера в то, что от каких-то чудных сил, неведомых нам зависит урожай. Потому что то есть урожай, то нет урожая. Что надо делать? Богу урожая надо поклоняться. Правильно? Не будешь поклоняться, не будет урожая. Будем умирать от голоду. Точно так же, как вот вместо живописи были наскальные рисунки сначала. То есть это вот самое начало человеческого общества. Сейчас, вот когда мы наблюдаем, мы это не просто оговорим, что это какое-то старьё. А мы можем сказать, что это старьё, начащееся вот к периоду, когда оно было оправдано. Вполне оправдано то, что... Ну, скажем, в литературе, что вы знаете про... Скажем, вы Гарри Поттера читали книги? Да. Ну, там что делают колдуны? Вот обычно колдуны, они где-то народу помогают. Да, вот в русских сказках. Вот фея, например, Золушки сделала, чтобы ей поехать на бал. Вот, значит, палочкой волшебной. Раз, прикоснулась к платью, и оказалось прекрасное бальное платье. Раз, хрустальные башмачки, два. Третье. Тыкву взяли, из тыквы сделали что? Карету. Карету. А этих крыс? Кучерами. Кучерами. И поехала она. Красота? Помощь. То есть, вот в русских сказках и в других, например, в опере, скажем, в балете Золушка такого, мы можем это посмотреть. А если вы возьмете балет «Щелкунчик», там есть машинный король. Ну, это тоже волшебство, правильно? Какой машинный король? Машинный король может быть только когда люди думают уже о королевствах, так? Когда феодализм. До этого, до него короля не было. И вот с ним сражаются. Это как бы он там злые силы представляет. Или, если мы возьмем спящую красавицу, там Пабло известная, рождается ребенок, и не пригласили одну фею Карабос. И раз мы ее не пригласили, она решила умертвить этого ребенка. Несмотря на то, что фея была видимо-невидимо, но эти добрые ей слабаки не могли никак побороть эту самую злую фею Карабоса. Только одна фея сирени, она придумала, как сделать так сделать, чтобы она не умерла, этот ребенок, а только заснула. А чтобы ей было не скучно одной заснуть, и будучи, что она заснула на сто лет. И заснули все вот, и короли, и королевы, и все слуги, и все они заснули. И пока не пришел принц через сто лет, и не поцеловал ее, так сказать, за ней вот все спало. Но вот добрая фея, то есть были такие волшебники, которые людям помогали. Добрым, да? Или люди даже со злыми силами, колдунами боролись. Вот в лебедином озере с Ротбортом бьется принц. Бьется, сражался, оторвал ему крыло, и все эти девушки, которые превращались в лебедя, освободились. А он не волшебник был, в принципе. Он был отважный и победил злые колдовские чары, так? А вот в «Гарри Поттере» там озабочены они делами своими, эти колдуны. В основном. Они вот этих муглов, они особенно, так сказать, я не знаю. То есть есть такие люди из муглов, которые попадают в эту школу и учатся как Гермиону очень хорошо. Молодец она, умнее всех этих породок колдунов. Но она кто? Она из муглов, да? А есть еще полукровки. Есть. Полукровки – это которые мама ведьма, а папа не ведьма. Или наоборот. Да. Полукровки. Но вот эта вся публика озабочена сама собой. Да. И если, скажем, вы возьмете тоже сказки и фантастические рассказы мифы древней Греции. Там подвиги совершают герои, и этим героем боги. Ну, одни помогают, другие мешают. Правильно? То есть эти вот колдуны – это все олицетворение и злых и добрых сил. Но все-таки предметом и субъектом этого исторического действия являются люди. А в этой вот книге предметом является действие, и субъектом действия является кто? Эти самые колдуны – злые, там добрые. И они между собой сражаются. Вот отражением чего является, вот мы изучали с вами в этой книге, что надо все явления, в том числе явления истории, культуры, объяснять, исходя из способа производства, исходя из того, какие корни имеют в производстве. Вот что отражало в свое время многобожие? Многобожие отражало рабовладельческое общество, правильно? Оно же тогда прогрессивным было. Рабовладельцы, они развивали науку, культуру, они несли, так сказать, силу знания, в общем. И прогресс несли, верно? И вот эти все боги тогдашние, они тоже олицетворяют прогресс. То есть это люди, которые что-то великое делали, поднимали, возвышали и так далее. Сейчас что колдуны, что они тогда олицетворяют? Они олицетворяют ту эпоху, которую прошли до капитализма, до феодализма и до рабовладения. То есть они нас возвращают в эпоху вот этих самых древних верований, которые были примитивных. Ну и получается, что круг интересов замыкается на том, что хорошо покушать на банкете. Теперь оказывается, что там тоже платное образование в этом Хогвартсе. Казалось бы, но колдуны-то могли себе позволить бесплатное образование-то? А что-то у них платное. И денег сколько надо? Я имею в виду книжки. Даже книжки не бесплатные. Дети сами покупайте. И покупайте себе робу, покупайте себе то, сего. А если нету? Ну а вот у Поттера, оказывается, у него мамаша с папашей погибшей оставили счет, банки, подземелья. А кому не оставили, слабенький счет, ну так и ему хуже. А те люди, у которых этого счета вообще нет, мы им как-то... Они могут попасть в это, но по приглашению, обратите внимание. Вот та же Гермиона, она попала. Видимо, ее пригласили, письмо ей прислали. Сова прилетела? Вам сова прилетела сюда? Нету? Вы так пришли? Ждете? Так, а что вы такого зеленого цвета? Может, вы сами не прилетели? А Алина идет. Вот она все время и хорошую весть принесла. Я спросил у вас про классы, а вы, оказывается... А вот Маркса Сова вот принесла. Вот это... Нет, так любить его можно, это же что? Потому что хороший писатель, психологические всякие отношения, так сказать, обстановку в любой, в любом учебном зуи, не важно какое там. Хоть там колдуны, хоть там не колдуны. Они описывают очень хорошо. Люди там готовятся, стараются, зубрят, одновременно играют там в какие-то игры спортивные. И тут же летают на метле. А вы слышали, что метро... Тиракт. Тиракт. Сейчас. Взорвался. В городе? Да. Сейчас. Да у нас. Да у что? На технологическом институте. В каком институте? В каком институте? На технологическом? Взорвали. Взорвали. Вся дымит и перекрыли площадь Восстания, Мояковскую, Невский, в связи с новотехнологическим. Как я видал это вообще. Вот это злые силы или террористы? Террористы? Ну... Я в связи с этим хотел бы сказать, что у нас умы многих людей уведены от того, чтобы видеть какие сейчас конкретно злые силы есть в нашем обществе. Ну вот в эти, так сказать, надуманные злые силы, с которыми там они сражаются. Вальдеморт. И это все правильно, то есть эта книга хорошая, интересная, но с точки зрения того, какие там идеи, у нас давно не было тарактов. Это страшное дело. Но жертв не сказали сколько? Много, да? Вагоны, я представляю. Это еще, наверное, на подвижение и вообще эти. Ну вот сейчас скажу. Все, что написано. На технологическом институте произвел взрыв вагон, немного пострадавших. В 14.30 только что взорвалось ли станции Синай. Поварил дым и люди в гоносплатформе. И второй что ли? Второй? Второй? Двойной. Полистайте вот туда вот. Ух ты! Перекорежные двери. О, он лежат. Кошмар. А я сегодня не поехал на метро, пошел пешком. И шел 2 часа 20 минут. Это какое-то преднаменование. Обычно я езжу на метро. Ужас. Так, это, ну, этот прямо на станции где-то кто-то тут взорвался. И тут на станции. Или уже они подкатили, наверное, подвезли. Не на перегоне? Непонятно еще, да? Очень мало пока. О, это же кошмар. Страшно. Да. Так, это, значит, технологический институт и? Синай. И Синай. Закрыли площадь Восстания, еще Невский и Выгодный Мояковский у нас Восстания. Причем вот в последнее время видели, сколько наставили этих рамок? То есть как бы все время чувствовали, что, наверное, были какие-то данные? Наставили рамок очень много. Я как-то технологически пересаживаюсь обычно. Кружество. Вам повезло, что Вы пошли на занятия. Не крыльясь. Это же как раз по времени нового обращаются, бывает. Это вот сейчас буквально сообщается. Кошмар. Интересно. Нет, где что-то тоже. Кошмар. Это про меня тоже. Не предупреждаю. Не предупреждаю. Ничего себе. Ну, ужас, да? Кошмар, конечно. Ага. Да какой страшный был теракт с этим. Вообще там с самолетом тоже видно, там какое-то разгильдяйство было большое. Тогда был из Египта, летел в Ленинград же тоже самолет. Ну вот, если мы вернемся к тому, о чем мы говорим и к этому факту, то вот этот факт, о чем говорит, что вот сейчас у нас в жизни не какие-то абстрактные темные силы есть. Очень много темных сил, которых нужно изучать не абстрактно, а конкретно. Кто темные силы, откуда это идет терроризм, кто и с кем борется и за что. И какие есть добрые силы, на что можно опираться. Вместо этого, только вот вроде книга интересная, хорошо написанная, остается мечтание на эту тему. О том, хорошо бы, если нам бы добрые силы победили бы злых сил, и мы ждем как-то пассивных, что они за нас эту работу сделают. Если так будет настроено там общество и государство, то оно будет вот жертвой таких вот. То есть люди, которые реальное зло причиняют, они чувствуют себя в этой обстановке свободней. Девочка приехала, как раз в это время говорит, что там все в крови, в дыму, люди плачут. Очень страшно. Ну вот, давайте мы сделаем некоторые выводы из сказанного. Ну и поскольку в реальном обществе идет постоянная борьба на разных этапах, и в разных способах производства, и в разных формациях, но не было такой еще способа производства, или формации, где бы не было совершенно реальной борьбы. И на современном этапе развития в мире идет борьба. Причем можно, вот скажем, если брать вот этот источник, тоже, как из способа производства выводится вот тот факт, о котором вы сейчас говорите. Вот скажите, пожалуйста, с чем связан нынешний терроризм? Ну и терроризм связан с тем, что очень четко выделилось при империализме уже. Сейчас не просто капитализм, свободная конкуренция. Конкуренция, развиваются науки, ремесла, культура, экономика вовсю поднимается. На этом, на этапе империализма идет загнивание. Есть несколько крупных государств, которые сейчас по пальцам. Сначала было две группировки, куда входила там Германия, Япония, отсюда мировая война. А сейчас у нас осталось Соединенные Штаты Америки, страны НАТО. Но эти страны НАТО там это Германия и Франция, и все. Три страны, Япония и четыре. Все. Вот эти четыре страны, То есть они взяли на себя миссию подчинения других стран и перешли, как и раньше это было, к переделу мира. А если речь идет о переделе мира, о мире вооруженной, то это начинается военное действие. Югославия была уничтожена, разделена на группу мелких государств, которые никакой роли не играют. Раз. То есть, скажем, в самих Соединенных Штатах Америки имеются выборы, голосования, демократическая страна. На международной арене они уничтожают демократические институты в другой стране, открыто, насильственным путем. Вот это уничтожение и насаждение диктатуры насильственным путем называется фашизмом. Поэтому то явление новое, которое у нас появилось, фашизм на экспорт. Дальше. Ирак. Ирак древней культуры страна. Правильно знаете? Здесь там багдадский вор. Вот. Это старинное, с глубокими корнями общество и государство. Прилетели под смехотворным предлогом, что у вас тут, наверное, оружие массовое поражение. И уничтожили какое государство? Светское было в Ираке. Светское. А теперь какое государство в Ираке? Теперь государство в Ираке религиозное. Раз религиозное, пошла вражда. Поэтому там, вот оттуда, источник ИГИЛ. Пошел. Запрещенное в России какое? Да. Запрещенное в России не государство, а движение. Да. Исламское государство движение. Дальше. Следующий был ход. Это Ливия. В Ливии бесплатное образование, бесплатное обучение. Молодым семьям предоставляются значительные средства для того, чтобы они получили нормальное жилье. Из расчета 160 метров квадратных на семью. Вот. И всякого рода наемные силы, которые действовали как бы от имени президента Каддафи, то есть наемными империалистическими державами. Ссылка на то, что, дескать, вот тут есть некоторые нарушения. Прилетели, разбомбили и уничтожили государство. Какое было государство? Ливия тоже светское. То есть расчищена дорога для того, чтобы на Ближнем Востоке оставались и рождались чистые исламские государства. Осталась одна Сирия, в которой светское государство и поддерживает светский характер государства только Россия. На сегодняшний день. Отсюда, отсюда, я думаю, что отсюда и вот то, что мы наблюдаем, отсюда расползание по всему миру терроризма, потому что люди, которые брошены, которые лишены своего государства, озлоблены в этом смысле на весь мир. У них там нет дома, нет семьи, нет государства. Добавок, религиозные фанатики, которым объяснили, что если вы уничтожите неверного, вы попадаете куда? Вы попадаете в рай, а неверный попадает в ад. И поэтому вот на волне этого самого терроризма уже, так сказать, его результаты испытывает и Германия, и Франция, ну и, естественно, так опасается и нас. Хотя в России последовательно вот выступала с позиции борьбы с этим же терроризмом. Если бы сейчас Россия не выступила в поддержку Сирии, вот это самое исламское государство, которое является запрещенной в России организацией, она бы уже сидела в Сирии, а Сирия в Дамаске, а Дамаск был бы уже столицей этого исламского государства. Правильно? И ни у кого сомнений нет. Что только поддержка здесь вот российских сил сохраняет там последнее светское государство на Ближнем Восточном. Ужас. Да. Причем, еще технология такая вот всегда живая станция, все себя пересаживают и ездят там, да. Самой станции едут? Два вагона. Нет, два вагона мы отзывали. Два вагона на станции технологический институт. И на другой станции еще есть? Вроде нет, велика сейчас, да, садовая, что-то еще. Национальная. Да, что-то еще на садовую говорят. И на садовой тоже? Да. Тоже там пересадочная станция? Да, все пересадочные идут. Ну вот, две технологические пересадочные большая станции. большая, там синий нет, когда красный. И садовую там сейчас три. И садовая пересадочная станция большая. Да. Ну что, на этом мы сегодня закончим. Хорошо. садовая 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 Продолжение следует...